Громко шифером шурша, крыша едет не спеша. Так говорят жители про свой дом номер 12 по улице Чапаева. Здесь то и дело сверху валятся куски шифера. Того и гляди, зашибёт кого-нибудь. Дому в следующем году 90 лет. И столь почтенный юбилей здание отметят в таком неприглядном виде. Глыбы, сосульки висели всю зиму до второго этажа. Всё это падает. Снег, сходка до лавины. Всё падает на газовую трубу. В прошлом году у нас труба газовая оборвалась. Управляющая компания «Промстандарт-2000» на нас внимания не обращает. Они объясняют тем, что дом старый, и мы на крышу не полезем. Да и не выдержит эта крыша постороннего вмешательства. Развалится под тяжестью рабочих. Потому что нуждается не в косметическом, а в капитальном ремонте. Но в этом случае ждать придётся больше 10 лет. Фельди, лично мне на приёме сказала, что дом ваш с 1930 года, но капремонт планируем делать на 2032 год. 102 года будет дома. Этот дом пенсионер не признан аварийным, потому что для этого необходимо собрать пакет документов и провести экспертизу стоимостью в 70 тысяч рублей. А если учесть, что в трёх подъездах всего 18 квартир, то сложиться жильцам придётся почти по 4 тысячи рублей. А вдруг не признают? И деньги на ветер. И не докажешь, что здание ветхое. Вон, даже представители управляющей компании не верят, что крыша течёт. Потолок, вы видите, протекает, хотя директор компании управляющей сказал, что это вы набрызгали чаем. Мне, наверное, нужно сделать ещё экспертизу. Какая там вода деселированная или чай. Это очень глупо и неоправдано поведение. Мотивирует тем, что на счету дома денег нет. Почему должны страдать жильцы, которые оплачивают услуги личные? Все, что в верхней этаже мы оплачиваем, у нас нет должников, но мир никаких не принимается. Акт, когда я попросила прийти представителей составить акт о возмещении мне ущерба, мне было вот такие слова сказано. Я тут не вижу никаких потёков, я тут ничего страшного не вижу. После того, как снег с крыши растаял прямо в квартиры, жильцы успели высушить и ковры, и мебель. Но каждый день следят за прогнозом погоды. Мало ли что. Сейчас вот дождь, вчера был дождь, я опять ставлю чашечки. А между тем жители дома оплачивают взносы фонд капитального ремонта и справедливо возмущаются отсутствием отремонтированной кровли. И 700, и 800 рублей, и 600, но не менее 600 рублей в месяц с каждой квартиры. У нас не платят одна треть. Ну принципиально уже и людям обидно, мы платить не будем работать, но замкнутый круг. Вообще в этом доме накопилось множество проблем. И за последние пять лет работы управляющей компании в лучшую сторону ситуация не меняется. К примеру, подъезды здесь в плачевном состоянии. Ступени наехали друг на друга, бетонные. Мы прям боком заходили пролезть. Нам установили лестницу деревянную, сделали. Ну поставили ее на кирпичи. Дыры там наступаешь, ногой провалишься, потому что не заделан, соседство не покрашено. Перилы у нас все качаются. У нас в подъезде много детей подо мной. В квартире номер 9 живут многодетная семья. Соответственно дети бегают, скажут, что они могут разбиться. Упасть с лестницы, потому что нет перелома. Таких это мелочи. Я считаю, что это текущие вопросы. Их можно, если и управляющая компания будет работать, это можно решить. Почти два года жильцы не могут пользоваться водой. Напор маленький и газовые колонки постоянно из-за этого вспыхивают, создавая аварийную ситуацию. А там дело-то, собственно, вот у нас на дом идет труба. И варили работники управляющей компании, как правильно технически выразиться. В общем, несоответствие трубы. Идет диаметр, например, на 40. Они поставили трубу, варили на 20. И дальше опять идет на 40. И вот этот там всего метр заменить. Мы этого не можем добиться. А еще в доме отваливаются балконы. Многие их совсем поубирали, чтобы не упали кому-нибудь на голову. В общем, проблем очень много. И жители дома уже не знают, за что хвататься в первую очередь. Конечно, важнее ремонт кровли. Но за свой счет этого не потянуть. Одна надежда на то, что удастся продвинуться в очереди на капитальный ремонт. Для решения этого вопроса жильцы обратились к своему депутату Александру Лисину. Теперь ждут ответа. Глядишь, и отметит многострадальный дом свой 90-летний юбилей с новой крышей.